Российский офис Hyundai назначил старт продаж новой Креты на 26 июля. Но чтобы клиенты несли деньги дилерам прямо сейчас, прайс-листы были распечатаны досрочно. И сразу раскроем главную интригу. Со сменой поколений кроссовер сделался дороже от 52 до 118 тысяч рублей, а топовая версия вообще прибавила все 230 тысяч. Моторы остались прежними, при том для младшего объемом 1,6 литра можно заказать механику или автомат, передний или полный привод. К 2 литрам приложена лишь автоматическая коробка, но привод бывает 4х4 или 4х2. Впрочем, в прежнем поколении структура модификации была ровно такой же. Любопытно, что логика и наполнение комплектаций фактически тоже остались прежними, хотя названия изменились. Так базовым заявлено исполнение Prime, куда включены пара аирбегов, система стабилизации, обычный кондиционер, плюс 8-дюймовый тачскрин-медиа-системы, галогеновые фары и 16-дюймовые стальные диски. В следующую версию Classic дополнительно включены подогрев передних сидений, электропривод складывания зеркал и авторежим водительского стеклоподъемника. В багажнике установлена полочка, на заднем ряду дополнительный разъем USB, а у рулевой колонки имеется регулировка по вылету. Любопытнее остальных выглядит Family, где есть климат-контроль, подогрев руля, система бесключевого доступа, запуск мотора кнопкой, камера заднего вида, задний парктроник, багажные рейлинги и 16-дюймовое литье. К автомату вдобавок прилагается фирменная телематика, а с полным приводом и электромеханический ручник. Наконец, фактически топовая версия Lifestyle предложит 6 подушек безопасности, электропривод сидения водителя, светодиодные фары, противотуманные фары, датчик света и дождя, круиз-контроль плюс 7-дюймовый экран на панели приборов. И только для двухлитровой полноприводной креты придумана комплектация Prestige, которую легко опознать по дополнительной хромированной отделке кузова. Ее салон отделан эко-кожей, а мультимедийка щеголяет экраном на 10 с четвертью дюйма. Из других приятностей заявлены панорамная крыша, камера кругового обзора, подогревы всех сидений и премиальная акустика. В полном фарше младший кроссовер марки Hyundai стоит чуть дороже, чем базовый Tucson. Но это лишь рекомендуемые цены. В последнее время дилеры корейских брендов позволяют себе навешивать совершенно безумные ценники, пользуясь дефицитом автомобилей. И с новой кретой история явно повторится. Редактор субтитров А.Семкин